И снова, здравствуйте, всем привет! Итак, давайте попробуем, можно ли в скульпте с альфа-6 вылепить, значит, сатира филактета. Опять же, всё это дело будет под риг. Потом, значит, вот эти все риги, что есть, персонажи. Потом буду пробовать уже, наверное, анимации. Так, просто пока хочется полепить. Не столько анимировать, сколько скульпт. Ну и опять же, моя любимая программа скульпта с альфа-6. В забравши это дело, конечно, всё было проще. Наверное, проще. Но здесь тоже не тяжело. Давайте опции и откроем филактета. Итак, вот такая раскадровка, не раскадровка, а как она называется, мультипликационный лист. Как это, модельный лист. Так, погнали. Подключил я, значит, включил Epic Pen. Будем рассматривать это дело со стороны вот этого всего нарисованного. Значит так. Что мы имеем? Мы имеем сферу. Так, здесь у нас как бы овал и здесь как бы тоже овал. Голову потом рассмотрим. Так, здесь у нас получается вот этот рисунок самый нормальный. Значит тоже овал. Здесь уже идёт как бы нога и значит копыта. Ну вот с этим делом давайте начнём работать. Пока сделаем болванку именно вот этого филактета. Так, мусорка. И погнали. Первым делом что? Уменьшаем детализацию где-то на середину. Уменьшаем размер кисти. Верхняя. А здесь интенсивность работы. Ползунок. Так, надеюсь на белом фоне будет всё это дело видно. Первое что делаем это ставим две точки. Так, отключен у нас. Граб включен. Так, это что тут получается? Клей отключаем и рисуем две точки. Сначала включим симметрию и вот намётка. Это будет лицевая часть. Для чего я это делаю? Повторюсь, что здесь нету значит ориентации ось XY и поэтому если я сейчас переверну модель и начну делать вот с этой стороны, то зеркалится будет слева направо. А если я буду делать вот где наметил эти шарики, то справа налево. Ну и погнали. Так, значит сферу оставляем, мы её не трогаем, потом докорректируем. Поворачиваем боком. И теперь нам понадобится большая, значит, кисточка и с большой интенсивностью. Давайте всё это дело поднакидаем. Здесь у нас выходит филейная вот эта часть. Вот так. И оп. Ну в принципе норм. Так, теперь нужно наметить нам колени. Колени есть. Что ещё? Здесь можно порисовать немножко кризом. Кисточку тоже побольше. И значит получается вот такая штука у нас выходит. Так, здесь вот пояс и вот так. Так, задирается даже пояс кверху. Но это сейчас будем корректировать. Здесь у нас две половины N-ой части филейной. Ну а теперь нужно вытянуть нам, значит, вот эти. Так. Вот эти части делаем. И потом, значит, треугольник вот этот. Потом пойдём уже кверху, к голове. Там уже переход на голову будет посложнее. Ну, всё это сделаем всё равно. Так, кисточку теперь поменьше. И накидываем массу. Опять же, накидываем массу побольше, чтобы можно было тянуть. Если масса у нас, значит, не накинута, будет рвать полигоны скульпты с альфа шестой. И потом будет кака. Так, делаем, вытягиваем. Так, есть такое дело. Теперь кисточку побольше. И, значит, цвета как бы, наверное, подогнём. Здесь чуть побольше вытянем вперёд. Так, насколько больше. Ну, прям больше. Так, живот есть. Теперь накидываем массу вот на эту часть. Тут вот опять же, фишка в чём? Когда вы видите, накидываете, у вас может уйти вбок. Нужно, ну, приловчиться. С разных сторон всё это дело накидывать. Вот такие вот, как бы, шишечки. Потолще. Не бойтесь здесь переборщить с массой, потому что потом всё равно это будет флатеном дорабатываться. Так, теперь, значит, граб. Тянем вот эту часть вниз. И вы видите, что уже начинает где-то рвать, уменьшаться полигоны. Сейчас мы это тоже подкорректируем. Это мы тоже подкорректируем. Так, выходит у нас наган. Это значит, ногу можно чуть-чуть приподнять кверху. Щиколотки и саму ногу можно чуть-чуть подвывернуть вовнутрь. Ну, чтобы сильно вот эти, видите, не перегибались. Вот так. Вот таким, как бы, образом. Теперь у нас получается, она где-то такой размер точно есть. Потом, если что, можно будет вытягивать и увеличивать там. Нам главное создать болвана, да. Так, теперь накидываем, накидываем массу. Видите, здесь все, полигоны поменялись. Это уже есть гуд. Так, побольше полигонов. Полигонов. Так. И, наверное, сразу вот это уже будет у нас копыто. А потом будем корректировать уже. Так, это значит у нас копыто. И здесь мы уже потом все это легко, хорошочка доработаем. Вот этот переход, вот этой костяшки. Она будет торчать. Здесь вам мнется. Вот так вот доработается, вытянется. Щиколотка чуть-чуть поднимется вперед. Ну, вверх доработаются кости. Смотрим, что получилось. Нам теперь нужны вот эти, вот эти вот надрезы. Над нашими, вот здесь вот, над нашим животом. Давайте их сделаем. Это крис. Дооформляем, дорезаем нашу вот эту ногу. Аккуратненько. Ну, вот уже. Этака что-то получается. Здесь на коленях доработается масса. Все это дело округлится. Но, теперь нам нужно какая штука. Так, живот, вот, так, одного рефа нету, да. Так, давайте я буду накидывать массу, а потом дорисовывать. Вот он боковой, где кисточки, вот. Тут больше видно, да. И здесь теперь накидываем массу. Так, все, массу побольше. Вот, видите, как бы живот. И здесь пошло уменьшение вот этой штуки. Так, нужно наметить грудь. Как мы намечаем грудь? Значит, вот так вот надрезку просто делаем. Вот, это живот. Он еще докорректируется. А это грудина. Так, значит, теперь нам понадобится накидать голову. Так, вот, с головой тут будет, конечно, штука совсем другая. Давайте накидываем прям массу, массу, массу. Накидываем щеки. Накидываем нижнюю часть, типа, ну, наметка челюсти. И накидываем массу головы. Так, ну, где-то пока вот в таком духе. И намечаем, так, ага, дотягиваем нашу спину, как бы, горбылем. Вот так вот. А, и понеслась реклама. Вот, я ее терпеть не могу. Так, здесь подъем делаем еще побольше будет, зад накидом, да? Он будет попухлее. Как-то вот так. Тогда, раз он попухлее, вот эта часть, где голова, должна чуть-чуть приподняться. Так, по животу. По животу, значит, здесь у нас еще натяжечка. На центра. Но это потом тоже округлим. И кверху, как бы, да? Оп. Многовато. Ну, так будет вроде бы нормально. Теперь, займемся фейсом лица. Вот, профиль у нас есть. Значит, что у него получается? У него, здесь уже можно клейм. Здесь у него, значит, щеки. Вот так вот. Округлые все это будут щеки. Так. Теперь наметим сначала нос уже без клея. Намечаем нос. Так. Так. Здесь у него, получается, чуть-чуть нос подрезаем. И вот эти, как они тут идут, полукругом. Да? Вот так. Это, типа, будут веки. Где веки у нас, получается, перегородка. Отмечаем больше, делаем веки. Так. Это как-то вот сюда уходит. Вот. Так. По лбу. Уменьшаем ему, значит, часть головы. Как-то вот так. Теперь верхнюю челюсть задираем. Есть такое дело. Ну, это не бритость. Так. И что? А. Губа. Значит, что с носом у него? Это побольше кисточку. Накидываем, как бы, за виток. Вот такой вот. Следом выкручиваем. Прямо вот рисуем вот такой выкрутас. Сейчас покажу. Нарисую. Как бы закручиваем его вглубь, вот сюда. Сейчас здесь вот надрез будет. И он дооформится нос, как бы, вот этой пимпой. Вот такая штука. Так. Это у нас удаляется. Теперь нам понадобится, что вот по губам. Давайте посмотрим. Накидываем здесь сейчас губу. Потом накидываем овальную еще нижнюю губу. Здесь будет рот делаться под анимацию. Здесь у нас, получается, глаза. Ну и, в принципе, тут уже дооформится вот этой вот бородой. Бороду я буду делать уже, наверное, маскированием в забрас. Рога буду тоже добавлять в забрас. Ну, а здесь, в принципе, рога и здесь можно сделать. Сейчас попробуем. И уши тут можно делать. Ну, не так все тут катастрофично. Так, тут вот по нижнему рефу. Ага. Давайте по нижнему рефу пройдемся и опустим нашу вот эту челюсть побольше. Так. Щеки. Угу. Делаем надрез. Так, поменьше кисточку. Делаем надрез побольше, наверное, поставим полигонаж, чтобы лучше бы резалось. Докидаем поднос вот этой массы. И вот эту нижнюю губу как бы дооформим. Ну, где-то так. Что у него с подбородком? Так, нижняя губа дооформляется. Потом, здесь от носа идет надрезка. Как бы отбивает губную часть. Угу. Тоже это дело есть. Ага. Глаза. Нос. Переносится. Переносится чуть-чуть побольше. Нос. Чуть-чуть как бы задран. Здесь уже получается клэем. Докидываем щеки. Вот эта часть через альт. Она здесь не нужна. Здесь как бы шея все-таки у него должна присутствовать. Шифтом. Левая кнопка мыши. Оформляем ему вот этот подбородок. И теперь еще какая штука значит. Здесь вдавливаем ему глаза. Так. Это далеко. Control Z. Глаза далеко. А тут глаза значит. Делаем выемку. Вот такую вот. Раз. Через альт. Левая кнопка мыши. Шифтом выглаживаем. Щеки доглаживаем. И поближе глаза. Глаза у него круглые. Значит вот тут рисуем глаза. Большие впадины. Так. Теперь по лбу. Вот. Все это вроде бы похоже. Но лоб у него задранный. Значит. Выбираем эту штуку. Вдавливаем лоб. И как бы еще повыше его. Вот этот чайник. Ну. Стараемся не затрагивать глаза. Так. Теперь по носу. Так. И по губе понижней. Чуть вперед ее. Так. Щеки выглаживаем. Надуваем их еще побольше. Опускаем их пониже. Так. Надрезаем голову. Здесь уже грудина. Будет борода. Все это дело дооформится. Так. Так. Ну. Где-то в таком духе. Вот так. Да. И теперь делаем ему. Плечи. Это уже без клэя. Накидываем где-то. Вот. В этой части. Вот. Под шею. Плечом. И сейчас от этого плеча будем плясать. Так. Здесь сюда побольше к спине. И попробуем, значит, накидать побольше массы. Дотянуть ее, значит. Сделать ее попухлее, поровнее. Плечи чуть-чуть приподнять. Плечевой пояс сзади как бы еще сейчас выровним. Здесь уже проходим флаттеном. Выравниваем какую-нибудь часть. Вот. Чтобы поровнее было. Чтобы отбить теперь другую часть руки. Так. И прям побольше можно кидать массы. Это здесь наметим локоть. И кидаем, кидаем массу. Ну, в принципе, they are good. Докидываем массу на наши вот эти ляшки. Они должны быть поокруглей. Так. Еще где-то помягче, где-то побольше. Уходят они на заднюю филейную часть. Шифтом выглаживаем. И сейчас все это дело будем дооформлять. Так. Здесь кисть руки я уже вставлю. Значит. The brush готовую. Ну, как-то так-то, да? Теперь давайте докидаем копыта. Копыта у него небольшие. Так. Вот плохо на белом фоне. Не видно количество полигонажа. Давайте посмотрим сетку. Видите? Сетка на лице плотная. А тут уже не столь большая. Можно чуть-чуть уменьшить. Полигонажную варфрейм убрать. И погнали дальше. Значит, у нас flatten. Так. Округляем нашу копыту. Здесь ее тоже выравниваем. Получается такая штука. И здесь уже дооформим, дорежем. Значит, там у него прорезь такая. Мы ее долепливаем. Каким образом? Рисуем вот сюда и сюда треугольник. Вот так. И значит, дорисовываем по канту. Флату нам. Так, сейчас. Кисточку поменьше. И вот. Придаем форму оглаживания. И грабом чуть-чуть его вперед. Делаем поострее. Поокруглей. Ну, пока так. Так, смотрим. Минус еще в чем, что вы видите, что здесь, когда вы тянете, получается, уровень земли бывает нельзя поймать. Так, ну, а теперь флаты нам уменьшаем. Дорабатываем, значит, какие-то выкружки, какие-то моменты. Шифтом выглаживаем, чтобы она прям поменьше была. И грабом чуть-чуть, значит, выравниваем. Теперь берем флаты и уже доформим вот эту ногу. Значит, интенсивность поменьше. И можно будет гладить аккуратненько. Вот так вот раз. Так, вот здесь вот яму надо заполнить. Здесь уже, значит, флаты нам. Чуть-чуть закругляем наш вот этот бок. Вот именно округляем. Так, теперь что там еще. Проводим верхний кант. Поменьше интенсивность. Кисточку поменьше. И вот так вот раз. Так, так, так. Вот до сюда. Теперь уже можно флаты нам кисточку побольше. И филейную часть. Дорабатываем, чтобы классно выглядело, да? Так, теперь по ногам. По ногам вроде бы нормально. Так, вот здесь вот еще. Вот эту часть нужно дооформить, докидать масло. Но тут уже побольше накидываем без флатына. Чтобы она была пошире. И вот здесь вот потолще. Вверху. Вот так. Заоформляем нижнюю часть, как будто кость. Вот. Ну, а теперь дорабатываем флатыном. И все в том, кое-где, так раз. Под углом вот так все закрасываем. Выравниваем нашу вот эту часть внутрь. А эту вглубь. И в глубокой части теперь тоже вот это все докорректируем. Колено делаем поостреем. И вот эту часть тоже. Так. Вот. Где кость вот эта идет. Потихоньку. Не спеша. Вниз, вниз, вниз. И вот так вот. Дооформляем. Чем тоньше она будет, тем красивее она будет потом смотреться. Ну, и, конечно, поровнее, чтобы была. Так. Угу. А вот эту часть. Вот эту. Чуть-чуть вниз. Кверху. И копыта. Копыту вот здесь вот доводим. Так. Здесь выравниваем чуть с изгибом колена. Ага. Так. Что у нас по копытам? А по копытам нужно вот эту часть тоже приподнимать. Дотягивать, выравнивать. И вот эту часть округлять под углом. Вот. Вот получается где-то округляем, закругляем. Так. Переход делаем еще по тоньше к сиковатке. Тут скульптис альфа-6. Главное, когда вы лепите, опять же, не знаю, смотрели вы ролики предыдущие. Нужно лепить так, чтобы, ну, именно под углами. Тогда хорошо все убирается. Нельзя лепить вот прям в лоб, чтобы она вот так уходила. Так. Теперь драйв, кисточку включаем. И через альф выбираем вот эту ступенцию. Можно без клея. Тоже поровнее. Так. Вот. Получается кривовато, да? Ну, опять же, здесь нам поможет классная кисточка флатом. Кое-где подтянем, не без этого. И потом флаты нам еще разочек дооформим. Так. Так, так, так. Ну, где-то так. Вроде нога гладкая. Сейчас вот еще филейную часть выгладим. Что у него тут? Правильно выходит задняя часть вот эта. Но вы видите, что здесь у нас неповадки. Вот в этой яме. Яму заполним клеем. Кисточку побольше. И шифтом. Переход сделаем. Вот здесь как будто тоже. Мясо. Так, а здесь как бы она вот имеет вот такую форму, как бы, да, оформляется надрез. Так. Теперь по рукам. Если с этим делом... Так. Вот здесь вот еще мне не нравится окружность. Вот эта часть мне не нравится. Почему? Потому что не доокругленная. А не доокругленная, потому что нет вот этого... Вот этого изгиба, да. И здесь у нас, значит, надрез. А здесь у нас накидано масса. Вот здесь вот. И масло закругляется на колено. Шифтом, шифтом и побольше окружности колена. Так. Можно даже теперь без клея. Накидываем и сразу шифтом. Накидываем и шифтом. Вот здесь вот поокруглее. Так, шифтом тоже. И тут вот наверха накидать на бока. И шифтом. Так. По животу вроде бы понятно. Так. Теперь. Самое вот, что плоховато тут именно в скульпте с альфа-шестой, что не хватает, ну как, вот этих примитивов, которые есть в скульпте GL, да, дополнительных. Я бы взял бы сейчас и состыковал бы их. Так. Ну а сферы добавлять и вытягивать проще тогда массой доработать. Так. Здесь у нас выглаживаем. Так, что у него по спине? По спине у него выходит широкая вот эта часть. Такая вот раз. Ну. Угу. Подмышки, подмышки вот здесь уходит. Уменьшение. Так. Это уже надо докруглять именно латтеном. Убирать вот этот вот неприятный изгиб. Так, есть такое настроение, да. Так, так, так. А здесь уже руку надо округлять. Здесь смотрим. Грудина уходит как бы подмышки. Так. Грудины как таковой у него нет. У него есть намётка, что здесь вот как бы вот. Вот эта часть. Типа грудь. Угу. Так, здесь добавочная. И что у него там? Ага. Это идёт рука вот сюда прям попышнее на дуке. И назад тоже попышнее. И на спину уходит переход вот этот надутости. Как бы крылья, да. Ну, опять же, флаттеном. Так. Локоть дооформим. Так, а как же плохо, что он в такой позе стоит, а не в А-позе. Здесь получается как бы, наверное, массу через накид идёт драйв. Выглажка, вытружка. Ну, вот такая штукенция, да. Так, а что у него по лицу? По лицу у него задир идёт прям вверх. Ну, я буду рот открывать, потом всё это костями доработается. И здесь тогда попробуем, а ну-ка, если кисточку большую взять, оп, как бы увести, да. Так, теперь по бровям пройдёмся. Так, что у него со лбом? Это значит, типа голова, да. Выглаживаем, выглаживаем. Да, оформляем. Так, здесь у него под ухо уходит. Такой штуки не должно быть прям. Так, здесь у него небритость, надутость. Оформление челюсти, которое уходит вот сюда. Во. Теперь клейм. Так, место для уха тоже намечу. Впадину вот так раз. Щёки ещё, наверное, дути. Так, а вот с подбородком непонятно. Подбородка у него, в принципе, нет. Как шишка тут вот такая, вверх задранная. Ну, вот так. По ноздрям. Тоже информации нет. Нос. Так, нос дорезаем. Так. 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 так тут теперь брови до оформляем до округляем дорезаем нос по моему тут еще нужно добавить такую штуку и тут побольше еще брови голова больших полигонажа не любит скульптис альфа 6 повторюсь так по глазам так тут непонятно значит нужно вот это как-то еще вперед щелку вперед вот сейчас добавятся уши и уже можно делать ему вот эту бороду и персонаж в принципе должен приобрести свою форму добавим ему сейчас добавим ему в забрас драга подравнять его на ногу так все теперь подставим руки и потом борода и рога и волосы и уши добавим уже в забрасе откроем ему рот ну и уже корректировка пойдет там здесь будет волос все будет зашибись плечевой пояс тоже там доработаю и вот этот при плече уже по руке подгоню так погнали сохраняем и так погнали дальше пока монтировался я тут чуть-чуть еще руки чуть опустил чтобы значит сделать вот эти крылья ну если перекрутил чуть руки вниз чтобы плечи чуть до оформить так теперь что у нас тут получается здесь на alt давайте поменяем теперь геометрию дайна мэш поплотнее сделаем 220 пойдет флур отключаем так все это дело выглаживаем подмышками пройдемся альпом так тут со спины у него спина по моему еще как бы округлил здесь вот так и шифтом все это дело выгладим так плечи 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 до оформим плечи так теперь округлим немножко вот эту часть дебицуха округлим немножко часть наверху сделаем более круглую такую штукенцию здесь докидаем тоже массы и шифтом все это шифтом шифтом и можно еще сетку переделать дайна мэш так теперь вот здесь где у нас будет локоть так и к симметрию отключить и наверно полностью с помощью мофта полоджи надо локоть вытянуть где-то его дооформить да чуть-чуть вот эту часть вглубь бицуху чуть-чуть надуть еще вот эту плечевую часть так теперь шифтом все выгладить сейчас тут еще нужно будет рот открыть еще бицуху так что у нас тут с грудиной ну вроде бы так вот здесь вот еще мне не нравится вот эта часть значит горб так голова чуть на еще в бок так все выглаживаем выглаживаем так и персонажа пока не видно да в принципе вроде бы что то есть какая-то масса вот вроде бы тут что-то это крем так вот по копытам после скульптис альфа 6 опыта лучше обрезать не за так они будут четче значит оп поровнее будут копыты теперь так рога рога как делать у меня очень много где-то 4 ролика по рогам именно вот здесь да за браш но есть готовые также давайте я вам готовые покажу а потом попробуем сделать опять же по старым роликам свои рога ну это за браш так это ло от браш и у меня вот здесь много заготовок кистей крылья есть руки разные уши потом языки косицы волосы петли всякие узлы веревки рога вот рога у меня так что тут по рогам кисточку поменьше сделаем дубликат персонажу и вытянем рог так теперь поставим на мов и будем смотреть какие рога больше ему подойдут ну мне бы вот эти вот понравились вот эти неплохие вот этот вообще шикарный бы был так это уже так вот он тоже рог неплохой но это дюжит с изгибом это рог вампира какого-то это это более такой обломанный сказочный так надо подгрузить текстуру импорт рабочий стол так это фауна так текстура они больше как бы туповатые не суть вопроса будем искать так так олени какие-то так так не пойму так это в одну сторону ровные да вот вот это он перекручиваем подставляем еще раз перекручиваем подгоняем голове так это где-то вот тут так может еще скайл сделать да наверно скайл и вытяжку во ну а потом уже подкорректировать можно подтянуть там подровнять так shift z так они отходят от бока и как бы пусть в бок смотрят да делаем ctrl w персонажу все отключаем выбираем через shift левая кнопка мыши нашего персонажа и удалим его в геометре моде фитоподжи реклама опять дал хидден делаем мир так теперь что у него с ушами уши у него как у вампира не проблема load brush я кстати вампира делал если кому-то я кстати вампира делал если кому-то интересно как там чего ухо лепить там не сложно ссылку выложу в описании так где у нас тут уши уши так по ушам делаем дай на мэш нашим вот этому рогам все равно не будет выглаживаться там что-то перелепли просто мне нужна форма как болванка чтоб меньше потратить времени так теперь делаем рогам дубликат и попробуем вытянуть уши вот это ухо вампира так дальше ухи вампира вот вот это похож на ухо уже фауна фауна да в смысле сатира делаем ctrl w отключаем наши роги через shift левая кнопка мыши геометри отключаем скрытая dell hidden и делаем так миров пока не будем делать переключаемся на кисточку стандарт и вот теперь нужно его вот это ухо немножко покрутить так shift z как оно выглядит где-то вот так оно выглядит вот так значит если так оно выглядит теперь нужно взять мофт топологи и подтянуть его подкорректировать где-то придется конечно пролепить не суть вопроса так но здесь уже чуть чуть поменьше так и щелку тогда можно чуть чуть еще приподнять делаем угу миррор персонажу делаем миррор что-то вообще он потерялся в качестве ну придется на перелепить почетче сделать персонажа так теперь по чайнику по чайнику чуть чуть наверное уменьшить так это по иксам опять же икс симметрия во щеки чуть чуть поднять мира энтвелл так вроде бы персонаж наметился так теперь ему челюсть на как бы кверху эту часть как бы книзу мы сейчас будем корректировать плечи есть так вроде бы нормально так теперь что еще хотелось бы давайте кисти рук вот тут у меня чуть чуть до воска так кисти рук тело руки руки разные так здесь что у нас с руками делаем дубликат персонажу опять же так ну здесь как больше вампира вампиры монстры трехпалые так это кто тут тоже не подходит это руки уже вампира с венами не есть good ctrl z будем ставить обычные и перерабатывать значит load brush так 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 болванки тел руки вот они вот они ну и поставлю я обычный обычную кисть которую потом наверное поднадую так это теперь ctrl w отключаем через shift оставляем кисть руки дел дел так мира пока не надо и значит транспоз перекручиваем подставляем подгоняем так что у нас тут по руке получается руку надо надуть чтобы потолще было чуть-чуть расширить побольше тоже было и потом пальцы докрутить довертеть так это уже mock topology раз ну вот уже как бы мультяшная да пальцы можно еще откорректировать где-то получаю тут еще ногти есть их надо ctrl z ctrl z ctrl так давайте ctrl d и сделаем дайномеш поплотнее сетку так вот теперь можно ее аккуратненько тут подтягивать надувать подгонять ему саму вот эту руку сделать ей тут принчиндалы опускать какие-то части где-то бицуху округлить поднадуть так вот эта яма мне не нравится чуть-чуть мы ее тоже выгладим надо сейчас будет ее поприбрать так mirror модифика позже mirror n2l ух ты не ту сделал mirror n2l так пальцы есть ну вроде бы уже похож правильно вроде бы как бы тут наверное бицуху ему еще побольше надо сделать так а раз здесь горб значит здесь надо ему еще горб засобачить потому что потому что здесь вот раз руки они показывают что вот здесь вот должен быть как бы горбыль так вот тогда задницу чуть-чуть еще поднадуем и спину чуть уведем так что у нас тут животом живот чуть-чуть припускаем так ноги чуть-чуть еще вытягиваем вперед вот чуть-чуть чуть-чуть их поднадуваем вроде бы становится похож так следом что нам понадобится нам понадобится еще тут кое-где пролепить видите тут переход негладкий да надо ему еще поднадуть как бы чтобы он округлый был возможно даже еще где-то сферу впускать или вставить ну в принципе ну что в принципе похож так теперь что я хотел а теперь нужно сделать волос и бороду да ну здесь уже будет попроще shift z смотрим кругаль в бок уходит и сзади такая окружка за ухом проходит и уходит по низу на бороду единственное нижняя часть непонятно она должна быть по-моему и снизу да ну давайте порисуем теперь маской потом подкорректируем значит ухо так что у нас симметрия включена ну и погнали рисовать так здесь значит выходим на челюсть уходим за ухом и выходим здесь уже повыше значит вот shift z боковой реф это значит у нас где-то вот так выходит так а вот борода борода shift z ориентир это слишком высоковато значит control alt а сейчас control z control alt давайте рисовать тогда от верхней части и по низу вот сюда с заворотом вот вот так вот он еще поверил полоса так shift z что там так здесь толстовато но долепим если что так уходит в бок и на округление тоже будет вытягиваться так shift z спереди что у него здесь спереди у него ровно так shift z так это control alt прям еще поменьше вот так ну и тут сейчас пролепим что-то эфикае придумаем да shift z так вот здесь по-моему тоже многовато это control alt но ничего если что все равно будет отличаться идеал то не получится возможно не получится так теперь экстракт и экстракт делаем asset так это то что она толстая получилась не беда мы сейчас пока еще сетка не менялась все это дело смягчим она будет прикольная отойдет конечно от нашей вот этой части и что теперь так а вот теперь нужно по моему здесь не знаю припускать ее что ли здесь приподнимать я вообще хотел еще сделать рот ему открытый так есть такое дело shift z и такие вот у него выходят заусенция да попробуем кисточку поставить кисть стандарт уменьшаем интенсивность кисточку поменьше ставим эксимметрию еще кисточку поменьше и попробуем так поменяю сетку наверное делаю дай на мэш так накидываю массу это сейчас будет дотягиваться так тут два три это второе третий здесь должен быть такой как бы выпухлый да теперь мофт и попробуем все это поподтягивать она как бы кверху еще должна идти и лежать на теле ну это тоже сейчас подкорректируем да так а что у нас с ухом а ухо ухо у нас слишком близко да и надо еще наверно перекрутить и поставить где-то вот тут увести в бошку и сделать мира потом еще долепим так есть такое дело вот хорошо вот эту волосюшку скульптуру с альфа 6 подкорректировать да так ну это сейчас пролепится связь ага и она как бы вот смотрите она еще делает выкружку и тут так выкружку и тут тоже выкружку сведем волос ну это уже флаты нам сейчас долепим докорректируем так так пока остановлюсь сейчас продолжим так и заканчивая поболванки нужно сделать вот такой вот хвост да он изогнутый но если подрик он должен будет быть ровный да так тут уже давайте порисуем немножко так так шеи z сначала добавим аппен добавим сферу уменьшим сферу сделаем подбородок так так вытянем вперед сделаем еще поменьше подтянем центральной части и здесь значит тонкий хвостик и набалдажник да вытягиваем вот эту штуку возможно перекрутить сплюснуть так теперь икс симметрия давайте его так вот так ctrl z мофт топологи чуть-чуть уменьшим так и икс симметрия отключим и вытянем как бы на бок чуть-чуть округлив так что там получается так здесь уже надо будет пролепливать ее так побольше кисточку ну где-то вот такая штука здесь чуть-чуть уже с запасом и выкружка да так shift z боковой рев бороду значит поднимаем кверху вот тут вот так shift и чуть-чуть ее значит в эту сторону так вот наклоняем перекручиваем shift так здесь еще потоньше ну как то так то наверно да вот вот тогда получается вот эти части поближе к ней выходят а эта часть тоже задирается так здесь можно чуть-чуть ее значит поднадуть сделать побольше и вот здесь где ухо где ухо чуть-чуть чуть-чуть ее вмять вот так так кисточка brush авто маскинг баг фейс маск и через alt чуть-чуть корректируем так так теперь кисточку поменьше на троечку и значит через alt чуть-чуть вот эти изгибы сделаем здесь у нас чуть-чуть значит поменьше выходит ну а здесь нужно будет уже долепливать значит выравниваем выглаживаем делаем как бы напухлость она все-таки на вас ну как возвышаться должна все теперь значит здесь у нас сзади рисуются полоски вот задняя часть получается так а сколько их там должно быть так приблизительно раз два три четыре пять десять штук да так control z так потом подальше ну как-то так-то все все теперь что долепить до оформить дорезать сделать почетче ну а здесь вот эти вот части тоже под конус и пролепить аккуратненько так сделать как бы округлые так вот эту часть тоже mov topology вот сюда и чуть-чуть ее поднадуть поприбрать вот она уже округлая и чуть-чуть шифтом шифтом где-то углубить так следующий этап здесь добавить волосы на колени можно их конечно тоже пролепить типа так control z можно прорисовать допустим маской или найти какой-нибудь трафарет допустим что-то вот в таком духе так делаем control i так где у нас тут гизму через alt подкорректировать и так раз чуть-чуть выдавливаем снимаем маску и потом ну получается такая штука чуть пролепить сделать ее поглажу почетче и добавить еще внизу какие-то волосюшки больше размыть вот такая штука будет получаться так по животу шишка какая-то мне тут не нравится так выглаживаем и нарисовать shift z пупок намечаем пупок 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 через alt вот вот где-то тут пупок а раз идет вот этот вот кант вот он надо его чуть-чуть прорисовать и значит выгладить то этот кант уходит и здесь вот 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 так тоже его shift где-то можно clay build up так что у нас по ногам по ногам здесь вот я не знаю как они на коленях он будет гнуться но получается вытягивать вытягивать он ее уже не сможет возможно нужно придумать будет как бы его значит так ну если будет тянуться с животом если только он не будет бегать на вот этих культяпках ну в смысле от колена я не видел чтобы он там на полные ноги вытягивался возможно где-то и есть такая штукенция ну и кое-где тут еще докидать массы подкорректировать сделать помягче чтобы не было каких-то углов ну и чтобы здесь не слиплась значит вот такая штука ну это я доработаю вот эти культяпки еще подровняю возможно еще поработаю задней филейной частью вот так вот так побольше кисточку и вот так что-то в таком духе ну уже полученное так хвост шрифт так ну хвост нужно будет возможно просто выбрать аппенд выбрать сферу через альт левая кнопка мыши выбрать сферу сделать скайл теперь ее вытягиваем ставим так так аж сверху она отходит шеф з плоская такая штука делаем с делаем сплющенность подставляем так еще вытянутость вот так и в принципе можно его сделать ровным как-то вот так это мофт оположи ну где-то вот так наверное а здесь сделать поровнее вот shift z это получается если он выравнивается то он идет острием да ну да он идет острием а если острием в принципе дутый хвост должен быть да так давайте еще его заведем нашего персонажа чуть поднимем возможно чуть-чуть перекрутим ну как-то так-то так shift если потом кости будут вставляться вот этот кончик будет загибаться то возможно будет он как-то гнуться так так как-то так-то ну все я теперь вот это дело долеплю докорректирую где-то выглажу где-то что-то добавлю глаза вот еще веки добавлю так рот как открывать вот это вот тоже вопрос так так выглаживаем и можно попробовать вот смотрите какую штуку значит намечаем вот эту большую губу намечаем чуть-чуть подбородок я отойду наверное от рифа от себя чуть-чуть тут фантазию за собачью вот так типа вот такой подбородок тогда эту волосюшку тоже приподнять надо будет так это что у нас тут ах ты а я ж маску тогда не снял а что-то вытягивать начал маска не была убрана и гляньте вмятина какая получилась да это есть косяк ну тогда тогда ничего прижмем может даже и к лучшему может красивее даже и будет бывает упоришь какой-нибудь косяк а потом время проходит ну ты посмотрел опа да и ничего так и ничего красивый персонаж получился так это до подбородка так тогда раз это до подбородка тогда и этот подбородок вот так оп так а эту часть тогда корректируем корректируем ну я думаю что болван похож еще чуть-чуть руки тут плечи под накидаю и давайте рассмотрим именно как делать самому рога и уши если кому-то это интересно конечно так этот файл я сохраню save as это сатир найдем append найдем давайте вот ring 3d даже наверное я вот тут его открою потом закинем вот он у нас получается ring 3d находим интер лазер интер алязинг этот и смотрим что тут можно сделать вот уменьшаем и делаем выкружку так тут толщина добавляется это полигонаж больше меньше полигоны триал так это что у нас тут в конец а это вот вот такая штука это значит убирается это прибавляется тоже полигонаж и вот получается в принципе нехилая такое значит у нас нехилый рог его можно еще меньше сделать а потом где-то дотягивать где-то корректировать уже с помощью гизма вот вы это теперь делаете make polymesh и можете зайти на основной проект и допустим нажать append и вот он у нас здесь будет рог мы этот рог вытягиваем так ctrl z n панель открывает у нас вот эти все саптулы и вот с этим рогом можем тут теперь работать так вот этот ринг 3d удалю так ну это вот как один вариант в принципе вы видите что рог соответственно значит похож возможно его даже можно заменить у меня пока эти рога тоже устраивает вот можно еще с уменьшить где-то подвести где-то перекрутить если мы отключим основные рога то вот у нас получается вот такой вот рог его можно пролепить можно где-то его еще повыше сделать и пока не сделано дайномеш мы можем его выглаживать и он будет вот этот тоньше тоньше здесь меньше с помощью моф можем как-то его тут загибать придавать ему значит толщину придавать форму придавать изгиб допустим вот такая получается штукенка так по ушам давайте пройдемся по ушам но тут уже все проще первый вариант это можно открыть значит готовые саптулы так сейчас найду так это вот она кисточка она уже в базовая такая зебраж тут есть ступни ног носы вот тут можно мультяшную руку выбрать переделать можно выбрать здесь вот уши тут есть еще зубы вот допустим вот такие мультяшные зубы прикольные вот вперед вы их вот так ставите и получается офигенный какой-нибудь персонаж да вот так вот где-то вот так сюда допустим перекрутка там рот откроется и вот получается впереди такие зубы так это один вариант также здесь повторюсь можно выбрать так где тут можно выбрать уши глаза вот уже готовые есть можно кстати этому персонажу сейчас их и вставить так делаем какой-нибудь модели дубликат вот ринг 3d прям вовремя да и на него значит давайте вытянем глаз так теперь отключаем кисточку ctrl w ctrl shift левая кнопка мыши и значит теперь опять же Geometry Modified Apology Dell Hidden выбираем подгоняем так вот делаем с перекручиваем и подставляем значит к нашему персонажу так это здесь и здесь уже наравне ставить не как у попугая и значит поменьше еще значит поменьше но надо вот эту отверстию значит под глаз подгадать сделать ее поглубже чтобы глаз красиво смотрелся тогда придется так но меньше глаз не имеет смысла делать вот пониже его опускаем и тут придется еще так придется что-то пролепить так значит так эту часть мы можем мофта позже приподнять вот так вот выбрать кисточку стандарт и значит пролепить вот эти пустоты для нашего глаза лепить вот эти отверстия под глаза прям побольше когда вы будете веки вставлять то все будет хорошо выглядеть так ну а тут уже возможно где-то еще больше прорисовать где-то на нос больше накидать еще нос докорректировать потому что он изменялся так вот так вот и через альт чуть-чуть но значит округлить подрезать выбрать вот здесь под глазом как бы пустоту тоже она не помешает вот вот так вот и значит и вот здесь вот еще прорези сделать под центральную вот эту складку ну и выглядит конечно помягче все это дело так так сортом а еще давайте попробуем добавить веки веки сделаем с этого глаза начал париться правильно добавлять опять сферу выбираем глаз делаем так сначала дубликат дубликат теперь транспорс вытаскиваем перекручиваем с задней частью подгоняем подгоняем к нашему глазу смотрим делаем побольше скайл поднимаем подгоняем делаем ctrl d ctrl d и значит дел сидим чтобы хорошо резался давайте добавим дай нам ого как полигонаж уменьшает значит больше дай нам 18000 ctrl shift trim rect отрезаем века и чуть-чуть его значит можно перекрутить и подогнать вглубь так ну опять же чтобы перекрывал наш глаз через альт транспоз выравнивается и чуть-чуть поднатянуть вот этому гражданину делаем мир через альт левая кнопка мыши или n панель выбираем наш глаз делаем мир вот уже персонаж видит так чтобы еще так по ушам я сказал что есть кисточка да которую можно выбрать значит стандарте ну в смысле вот в поисковике вот здесь вот где человечек нарисованный выбрать какое-то ухо там есть вот под вампира такое да и чуть-чуть пролепить переделать и будет прикольно так кстати я его не выровнял мир так опа ага надо вот здесь вот теперь корректировку Moft Apology и вот эту дальнюю часть завести значит в наш меш наш персонаж ну как-то так-то так ненужный рог я удалю чтоб потом он мне мозг не парил так по рту давайте посмотрим как рот можно сделать можно нарисовать вот так вот маску включить прозрачность допустим и вот это все делаем с помощью транспорт дизмом сделать control и инвертировать маску и увести вглубь вот вот как-то так-то да даже наверное еще подальше вот и там как бы еще раздутие сделать побольше она приблизиться нужно еще дальше увести и вот таким вот вариантом вот таким вариантом внутри можно еще расширить но раз расширяется ее нужно вверх поднимать и там выравнивать и вот у нас уже в принципе готовый рот вот вы видите что там нехилая пустота и когда сетка выровнится вот сейчас дай нам эш переделать сетку сделать ее поплотнее вот там все можно выгладить и вот у нас там уже готовый рот это если персонаж не принципиально допустим чтобы там прямо гланды были видны там еще что-то ну вот полость рта вот рот уже есть теперь плейбилдап дорабатываем здесь накидываем верхнюю губу вот так вот дорабатываем нижнюю тут чуть-чуть шифтом нижняя пускай побольше будет где-то с заворотом вот так все потом вставляются кости так кто-то чуть-чуть нужно мофт ополад же и значит так это control z многовато вот эту губу чуть-чуть до оформить зубы само собой потом ставятся там где-то что-то как-то так и так вот такой получается персонаж еще я тут все посижу детали подобавляю и потом уже раскраска рик и все будет офигенно но все всем пока до свидания персонажа сохраняю